Хочу вам сказать одну интересную мысль. Сегодня еще не Рождество. В народе называют это сочельником, а просто мы получили записку, говорят, почему не говорят о Рождестве. Знаете, но вот это ожидание, оно иногда мы даже замечаем, последние годы, 24 декабря больше приходят на служение, чем 25. И где-то уже сложилось, что 24 более торжественное служение, более трепетное. Почему так? Потому что мы уже все знаем наперед. 24 декабря, если, ну, возможно, что это было 24 декабря, поверьте, Мария не была в храме, кроме Захарии, Захария была в храме. И другие участники этих событий, они совершенно не знали, что с ними будет. Пастухи, как вы думали, не сидели, говорят, ну, сейчас вот через 5 минут откроется небо. Вот мы сегодня сейчас, многие из нас похожи на тех людей. Ну, давайте там, что там сейчас о пастухах скажите, скажите вот о волхвах. Мы уже знаем, вы уже по списку знаете всех героев этой истории. И я хотел сегодня коснуться некоторых моментов приготовления или к началу этого события. Писание очень подробно действительно нам говорит о жизни Иисуса Христа, и Евангелие называется Евангелие Иисуса Христа. Но мы видим, как много в Писании уделено времени и описанию жизни различных людей, их реакции на разные обстоятельства, их поступки, их выбор, их цели, их решения. Писание не скрывает их недостатков, Писание открывает их грехи, Писание показывает их победу, их веру, их неверие. Для чего? Чтобы мы, написано вот взирая на эти Писания, чтобы они были для нас примером. Чтобы мы где-то могли от чего-то отказаться, как в народе говорят, не наступать на те же грабли, на которые эти люди наступали. И доверять Богу в тех обстоятельствах, в которых они доверяли. И я хотел сегодня как бы определить тему этой проповеди, это люди Рождества, сосуды для служения. Она может быть больше к верующим людям направлена, но, как вот сегодня брат сказал, что и Писание говорит, что Бог избрал из мира самых умных кандидатов наук, профессоров, лучших спортсменов. Не сильные, не значащие, не мудрые. Для чего? Чтобы посрамить и чтобы никакая плоть, чтобы никакой человек не хвалился перед Богом. Но все-таки те люди, которые были участниками рождественских событий, они были непростыми людьми. Это были люди, которые были сосудами в руках Божьих, которых Бог готовил. И мы сегодня вспомним Захарию, священника, его жену, Елисавету, мы вспомним Марии и Иосифа. Мы обратим внимание на личности, приоритеты, их поступки, семейные отношения. Мы даже немножко коснемся хозяев гостиницы, и пастухов, и волхвов. И, конечно, нашего Господа, ведь Он стал в проломе за эту землю, за людей, которые жили тогда, которые жили во все времена, потому что Он написано «вкусил смерть» за некоторых. За некоторых? За всех. За всех. И каждый человек, он имеет вот эту возможность. И никакой человек не может сказать «Знаете, Бог не предусмотрел для меня спасение, меня там нету, для меня место закрыто, Бог избрал меня для погибели». «Для всех». Но остается выбор за человеком – откликнуться на эту весть и стать не только спасенным человеком, но стать сосудом для служения. И Христос это сделал. Мы сегодня не будем говорить о тех людях, которые названы сосудами гнева. Мы не будем говорить о тех людях, которые написано «есть сосуды для определенных целей, для высоких целей, а есть сосуды для низких целей». Мы сегодня о низких не будем говорить. Мы обратим внимание на тех людей, которыми пользовался Бог в той или иной степени, в большей или меньшей степени. И мы должны понимать, что сначала вера, спасение и только потом служение Мы видим таких героев в Писании, как Ной, Авраам, Моисей, Иосиф, благочестивые цари Иудеи, пророки Исаии, Ремия, Даниил, другие Бог их избирал не только для спасения, но и для служения Помните, Ремия говорит, я избрал тебе эту тропу, мать, я тебе избрал, чтобы ты служил Про некоторых сказано, что они были Духа Святого исполнены еще от рождения И Бог избирал этих людей У всех этих людей были различные обстоятельства, порочи и непростые У каждого из них было свое прошлое, свое настоящее Но однажды их Бог призвал И Он обратился к ним Он вмешался в их жизнь Он постучал в их сердце Чтобы однажды, когда они встанут в проломе И когда они не возлюбят жизни своей даже до смерти Написано послание к евреям И там написано вот таких людей Бог не стыдится называть своими братьями Итак, люди Рождества Луки 1 глава, 5 стих написано, что был священник из авиачереды именем Захария Он очень косвенно касается этих событий Потому что мы сейчас не будем троюродных и пятиюродных Здесь как бы, ну образно говоря Но Захарий определенным образом участвовал в рождественских событиях Он совершал свое служение в храме И знаете, в определенное время ему надо было прийти Ему надо было совершить служение Ему надо было совершить молитвы, воскурить фимиам И так далее И это день и за днем Почему в Ветхом Завете и сказано, что Уже священники даже называли вот это служение как бремя Это для них тяжело Они уже теряли вот это благоговение Эту ценность того, что даровал им Бог И этот человек, он получил предсказание о рождении сына Когда он не поверил Написано, что он не мог говорить девять месяцев Он стал немым человеком Луки 1 глава 59 стих написано В восьмой день пришли обрезать младенца Когда он уже родился Иоанн Креститель И хотели назвать его по имени отца его Захарий Но на это мать его сказала Нет Назвать его Иоанном Она сразу поверила Но родственники стали говорить Никого в расцветовом, кто назывался бы этим именем Нет И спрашивали знаками отца Что скажет отец? Наверное тоже как сурдопереводом пользовались Или определенными знаками Но он написал на табличке написано Что Иоанн имя ему И в 64 стихе здесь написано И тотчас разрешились Уста его и язык его И он стал говорить Благословляя Бога Мы это можем читать В Луке 1 глава 64 по 79 стих Там песен Захарии Отсюда я хочу взять несколько мыслей Мы сегодня встречаем людей Которые говорят Мы верим в Бога Но когда им предлагаешь Помолиться и прославить Бога Еще и прилюдно Они почему-то это не делают Захария Когда Бог ему сказал Услышанная молитва его Он не поверил словам небожителя Ангела И уста его закрылись Одна из причин Когда человек не может велегласно При людях славить Бога Или свидетельствовать о нем Это его собственное неверие Так получилось у Захарии И римлянам 10 глава С 9 по 11 стих говорится Ибо если устами твоими Будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим веровать Что Бог воскресил его из мертвых То спасешься Потому что сердцем верует к праведности А устами Исповедует Ко спасению Бывает другая картина Павел Или Саввел Который был фарисеем Я думаю Он соблюдал все предписания Он говорил Я никакой закон не нарушил Все соблюдал Но вдруг Когда Христос его остановил По дороге в Дамасске Когда он оказался Вот в таком Стесненных обстоятельствах Когда Бог ослепил его глаза И когда он стал молиться То Бог Анании говорит Иди к Саввелу Он теперь молится До этого Он может быть говорил Какие-то богословские термины Его молитва была Очень может быть догматичной И так далее Но эта молитва не доходила до Бога Это была молитва Религиозного человека Просто Разума Который был преисполнен знаниями Но в котором не было Как Павел говорит Что они Ревнуют по Богу Но не по рассуждению То есть не размышляя Не понимая Всей воли Божией Иоанн 7.38 написано Кто верует в меня У того как сказано в Писании Из чрева Изнутри То есть потекут реки Воды живой Там написано Что это сказано Духе Святом Когда человек верит так Как сказано в Писании Как помните Исполнились Духа Святого Апостолы Петр Он начал проповедовать Он начал проповедовать так Что покаялось Три тысячи человек Он стал верить так Как в Писании Как ему говорил Иисус Христос И Дух Святой Он переполняет сердце Искренне Верующего человека Почему мы говорим О Захарии Именно как о человеке Рождества Это мысль Только предположительная Я другой сопричастности К этим событиям Не нашел Но Мы дальше будем На это обращать внимание Мы видим Что три месяца Мария Жила в этом доме И знаете Хозяин этого дома Мог поставить Точку в любой день Ну Недельку две Погостила Хватит Давай Дорогушенька Домой езжай Мы не видим Мы видим Что этот вопрос Был отдан В руки Или советы Его супруги И Захария Не вмешивался В эти ситуации Вы знаете Сегодня многие женщины Хотели бы Быть гостеприимными Для своих родственников Родных Может друзей Может людей Которые Близких Попали в трудные обстоятельства Но иногда Мужчина Хозяин дома Он может мешать этому Следующий И персонаж Это Елизавета Человек Рождества Это жена Его тоже В пятом стихе Этой главы Луки первого Глава Сказано Что она была Жена его Из рода Ааронова Имя ей Елисавета У нее не было детей Она была Неплодна Но она поступала По всем заповедям И уставам Господнем Написано Беспорочно Из девяти раз Которые сказаны В писании Это имя Восемь раз Сказано Об этой женщине В Ветхом Завете Елизавета Это Жена Аарона Священника Жена Священника Мы уже Объявляли Что недавно В Америке Умерла супруга Шокова Владимира Михайловича И так вот Свидетельства О ней были такие Я сам ее Лично знал И Несколько месяцев Назад я ее видел И разговаривал С ней Обыкновенный Человек С обыкновенной мерой Что можно сказать О жене Священнослужителя Самое важное Чтобы о ней сказали Что ничего плохого О ней Никто Не мог Сказать Написано Что жена Служителя Она должна быть Во многих моментах Примером И Там такой момент Есть Не клеветница Трезва Верна И Написано Что эта женщина Была по закону Непорочна Но вместе с тем У нее были Свои трудности Жизни Она была Неплодная У нее не было Детей И она уже была Пожилая Но все эти обстоятельства Они не мешали Ей быть женой Священника После ответа На молитву Захарии В 24 стихе Когда Она стала В положении Когда Уже Другое сердце Было под ее Сердце Написано Что она Пять месяцев Таилась Она пряталась Ей было Где-то неловко В таком возрасте Человек Женщина И вдруг Она оказалась В положении И здесь написано Чтобы снять С меня Поношение Между людьми В Ветхом Завете Не иметь детей Считалось Как будто Ну вы помните Нескольких женщин Это Анна Мать Самуила Это Рахиль Жена Якова Это Сара Жена Авраама Они все были неплодные Бог в определенное время Решал их вопросы Она была Обыкновенной Женщиной Но она знала Как люди К ней относятся Почему Она таилась Пять месяцев Вы знаете Интересно Бог отвечает На молитву Семьи Какой прекрасный Повод Об этом засвидетельствовать Прославить Бога Но человек Таится Человек Прячет Прячет Вот этот момент Она стесняется Почему Здесь написано Чтобы снять С меня Поношение Насмешки И пересуды Божьих людей Знаете Когда они кончатся В книге Откровения Написано Что Низвержен Клеветник Братьев наших Клеветавший На них День И ночь Один служитель Говорит Братья и сестры По сравнению С дьяволом Мы очень Ленивые люди Он трудится День и ночь В своем Вот этом Негодном труде Естественно Когда будет Уничтожен Клеветник Наших братьев Тогда будут Уничтожены И тех Люди И те Ангелы Которые клеветали И которые Служили ему Вместе с ним Но все эти Обстоятельства Они не повлияли На ее веру Она продолжала Оставаться женой Священнослужителя И вот В этих обстоятельствах Как о человеке Рождества Она имела Непосредственное Соприкосновение С жизнью Марии Матери нашего Господа Луки 1 глава 41 по 45 стих Написано Когда Елизавета Услышала Приветствие Марии Взыграл Младенец В очреве ее Сегодня Даже врачи Признают Что Когда ребенок Еще Находится В утробе Матери Он многое Слышит Он многое Понимает И уже там Начинается его Воспитание Его формирование Его знаете Эмоциональная Нагрузка Его Все моменты Которые только Нужны Человеку И здесь Мы видим Что этот Младенец Он отреагировал Определенным Образом На приветствие А представьте Себе Если муж Свою жену Не приветствует А ругает То как Реагирует Младенец Который В ее Утробе Но здесь Написано Елизавета Исполнила Святого Духа То есть Она встала Под контроль Духа Святого И она Воскликнула Громким Голосом И сказала Благословенно Ты между Женами И благословен Плод Чрева Твоего Знаете Чтобы до конца Понять эти слова Мы должны Понять Внутренний Мир Марии Ведь она Убежала От Возможного Позора По закону Ее должны Были Побить Камнями И вдруг Ангел Ей сообщает Слушай Такое же чудо Которое У тебя Случилось Что ты Будешь иметь Ребенка От Духа Святого Твоя же Родственница Имеет Такой же Дар И она Пошла К ней И когда Она приходит К ней Вот это Тоже черта Божьего Человека Она говорит И откуда Это мне Что пришла Матерь Господа Моего Ко мне Когда Кто-то К нам Приходит Можно по-разному Реагировать Можно Отреагировать Что Этот человек Удостоился Чести Ко мне Прийти Но Елизавета Говорит Я Удостоилась Чести Что Ко мне Пришел Этот человек Писание Говорит Почитай Один Другого Высшим Себя И здесь Еще раз Написано Что младенец Опять Радостно Она Пересказывает Взыграл В чреве Ее И она Говорит Блаженно Уверовшая Потому что Совершится Ей сказанное От Господа Она Утверждает Марию В ее Вере Если мы Читаем Внимательно Писание Елизавета Уже была На шестом Месяце Беременности У нас В этом году Уже Не знаю Около Десяти Сестер Наверное Были В таком Положении Вот сестры Может кто-то Вот недавно Родил Вот как Когда шесть Месяцев Легко Это принимать Гостей На три Месяца Елизавета Была Таким Человеком И мы Также Здесь Видим Еще один Принцип Когда люди Совершают Одно И то же Служение Когда Этих Людей Знаете В одном Спектре Использует Бог Они Очень Хорошо Понимают Друг Друг Вот я Думаю Сейчас Юрий Меня Очень Хорошо Понимает И я Его Тоже Диаконы В нашей Церкви Не очень Хорошо Друг Друга Понимают Проповедник Который Сидит В зале И слушает Как Илья Проповедует Они Думают Я Сейчас Его Очень Хорошо Понимаю Хористы Когда Знаете Один Соло Поет А вторые Подпевают Они Понимают Как Сейчас Сложно Они Понимают Друг 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 И Елизавета С Марией Очень Хорошо Другого Понимали Поэтому Они Исполнялись Духом При Встрече При Совместном Общении Мы Видим Что Они Вдохновляют Друг Друга Благословляют Когда Они Воспевают Песнь Господу Они Помогают Друг Другу Они Поддерживают Веру Друг Друг Они Молятся Друг За Друг Они Принимают Друг 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 Елизавета И Захария Они Еще Были Семьей И Брак Захария Елизаветы Был Уже Долгим И Возможно Однообразным Ну Как Знаете Сегодня Воскресенье Мелькает И Даже Если Вы Не Совершаете Служение Воскресенье И Опять Неделя Школа Работа Уроки Школа Работа Уроки У кого-то По-другому Пенсия Воскресенье Пенсия Там Я помню Когда я был Неверующим Человеком И я был Еще не Женат Я своему Сработнику Говорю Как Медленно Идет Время Он Говорит Подожди Женися Знаешь Как Время Будет Ити Аванс Получка Аванс Получка Аванс Получка Вот В этот Цикл Попадаешь И они Находились В этой Рутине Служения Жена Елисавета Была Его Верной Помощницей Их Самая Большая Мечта Рождение Ребенка Ушла В небытие Почему Можно Это Предположить Потому Что Захария Не поверил Словам Ангела Он Может Быть И забыл Вообще О чем Он Молился Может Быть Сам Селезаветой Чтобы У них Был Ребенок И Практически Как У Авраама Сарой Уже Практически Этого Не могло Быть Они Были В летах Преклонных И она Не имела Определенного Здоровья Но В этих Обстоятельствах Вот При этом Поношении При этих Может быть Насмешках Но Вы же Служите Богу А что Бог На ваши Молитвы Не отвечает Помните В одном Из Салмов И хор Наш Поет Где Бог Твой Мне Говорят Всякий День И ночь И они Родился Сын Услышана Молитва Твоя Вы знаете И наши Молитвы Бог не забывает Вот Из этой Истории Можно взять Один Интересный Принцип Бог Отвечает На наши Молитвы Тогда Когда Они Соответствуют Его Воле Так и Написано Если что Просим По воле Его Он Слушает Нас И настало Время Когда в этот Мир Должен был Прийти Иоан Креститель И Бог Ответил На их Молитву В то время Когда Предтеча Иисуса Христа Он должен Был Прийти В этот Мир Поэтому Если Какую-то Молитву Остается Без Ответа Это Не Значит Что Вы Может Быть Как Мы Иногда Цитируем Текст Если Просим Не на Добро И так Далее Можно Разные Тексты Сюда Поставить Но Если Бог Хочет Чтобы Вот Это Событие Вот Эта Ситуация Существилась Он Ответит Свое Время Он Решит Это Так Чтобы Это Соответствовало Его Воле Поэтому И по-моему Филиппийцам Сказано Что Когда Мы Молимся Мы Сразу Должны Благодарить Мы Должны Бодрствовать В молитве Написано Бодрствуя С ней С благодарением И Написано Тогда Мир Божий Наполняет Наши Сердца Мы Сразу Благодарим Бога За ответ Не Важно Какой Он Будет Какую Захария Не Воспротивился Долгому Пребыванию Их Родственницы Три Месяца И Лисавета Оказалась Очень Гостеприимной Несмотря Вот На Свою Беременность Она Поддержала Марию В трудное Время Вы знаете Можно И Сегодня Стать Участником Рождественских Событий Знаете Как Точно Так же Как Эта Семья Помочь Даже Своей Родственнице Молодой Девушке Которая Может Быть Оказалась В трудных Обстоятельствах Может Быть Молодой Семье Которая Идет Первые Этапы Жизни Мы Думаем Ну Вот Христу Вот Марии Мы Там И Послужили Но Христос Говорил Когда Вы делаете Адаму Из Мратьев Моих Меньших Вы Делаете Мне И Таким Образом Можно Стать Человеком Рождества Иосиф Муж Марии Матфея 1 глава 18 по 25 Стих Написано Что Когда Иосиф Узнал Что она Находится В положении 18-19 Стих Написано Он хотел Тайно Отпустить Ее По закону Он должен Был Придать Ее Огласки Он должен Был Заявить Что Эта Девица Она Не Сохранила Себя Здесь Можно Подставить Историю Любой Семьи И даже Жениха И невесты Вдруг Жених Что-то Узнает Вдруг Невеста Что-то Узнает Вдруг Муж Что-то Узнает О своей Жене Жена Что-то О муже Так Все Свидетельство Там Порвал Все Выходи Не надо Жить Не хочу С такой И так Далее Написано Когда Он Помыслил Это Как Хорошо Когда Бог Помогает Нам Контролировать Наши Мысли И когда Написано Берегись Чтобы в сердце Твое Не вошла Беззаконная Мысль Брошу Семью Уйду Из церкви Там Еще Что-то Да Написано Что нужно Пленять Всякое Помышление В послушание Христу Нужно Сразу Понимать Откуда Эта Мысль Кто Дал Эту Мысль Кто Является Источником Этой Мысль Как Часто Вашу Семью Или Ваше Сердце Приходила Мысль О том Чтобы Разрушить Семью Здесь Написано Когда Он Помыслил Это Ему Явился Ангел Кому Нимуть Ангел Являлся Когда Вы Ругались С женой Или Мужем Но Ангел Переводится Это Слово Не только Как Небожитель Но Как Вестник Как Посланник И Сегодня К нам С вами Для решения Этих Ситуаций В первую Очередь Дано Слово Божье Во Вторую Очередь Даны Служители Церкви И Как Важно Когда Посетила Эта Мысль Не Тогда Когда Уже Свидетельство О браке Порвали Не Тогда Когда Уже Друг Друга Не Хотят Видеть А Тогда Когда Только Мысль Сразу Обратиться К Слову Сразу Обратиться К Служителям И Он Говорит Не Бойся Принять Марию Жену Твою И Бородившаяся В ней Есть Духа Святого Слово Божья И Служитель Церкви Объясняет Слушай Вот Эта Ситуация Ее Можно Вообще Очень Просто Разрешить Зачем Ты Столько Нагородил Зачем Ты Сейчас Ну Так Себя Настраиваешь Зачем Сейчас Вот Эти Амбиции Ведь Как Говорят Эта Ситуация Ломаного Гроша Не Стоит Вы Знаете За 20 Лет Я Знаю Разные Истории В разных Церквах Я Помню Как Одна Сестра Ее Нет Здесь В этой Церкви Давно Уже И Она Как То Разговоре С другой Сестрой Говорит Когда Она Увидела Что Осталось После Того Когда Она Проявила Свои Амбиции Не Могла Простить Своего Мужа Не Могла Его Принять И Через Много Лет Она Говорит Почему Я Его Не Простила Почему Я Его Не Приняла Но Рядом Не Оказалось Вот Этого Ангела Рядом Не Оказалось Слова Божьего Рядом Не Оказалось Человека Который Мог Сказать Слушай Но Эта Ситуация Ломаного Гроша Не Стоит Это Сейчас Просто Твои Амбиции Написано Встав От Сна Можно Сказать Когда Человек Вник Слово Божье Когда Человек Имел Беседу Со Служителями Он Принял Жену Свою Он Принял Ее Вот Со Всем Этим Наследием Может Бы Со Всем Этим Позором Иосиф По Закону Мог Осудить Мария Но Это Был Человек У Которого Милость В Личных Отношениях Превозносится Над Судом Писание Говорит Что Тот Муж Который Опорочил Свою Жену Он Никогда Не Может С ней Развестись И Прежде Чем Говорить О Каких-то Недостатках Своего Мужа Или Жены Нужно Подумать Слушай А тебе Ж потом Надо Будет С ней Жить Всю Жизнь А Ей Жи Потом Надо Будет Как-то На Люди Выйти Ты Сейчас Поступишь По Закону Ты Осудишь Ее Ты Сравняешь Ее С грязью Смешаешь Будет Удовлетворено Твое Честолюбие Ты Праведный Ты По Закону Поступил Ну Что Дальше Будет Из Вашей Жизни Через 30 лет Люди Скажут Помните Знаете Это Чьи Дети Это Та Женщина Которую Муж Опозорил При всех Иосиф Был Благочестивым Человеком Он Был Человеком Рождества И Бог Знал В Какую Семью Послать Своего Сына И Слава Богу Что Он Послушан Он Был Послушан Богу Сохранилась Семья И Бог И Бог И Мог И И И И И И И Он Стал Непосредственным Участником Рождественских Событий Он Пошел Вифлеем Во время Переписи Сегодня Можно Слышать От Некоторых Мужчин Говорят Что Там Законы Повыдумывали Да На Что Это Нужно Да Есть Законы Которые Противоречат Слову Божьему Но Есть Законы Которые Не Противоречат Слову Божьему И Если Мужчина Он Дорожит Безопасностью Своей Семьи Он Будет Исполнять Эти Законы Представьте Себе Если бы Осип Сказал На Что Мне Этот Вифлеем Зачем Я Туда Пойду Мне Здесь Назарете Хорошо Я Не Знаю Где Я Там Остановлюсь Но Он Понимал С Властью Шутки Плохие Второе Ведь Бог Через Обстоятельства Переписи Подводил Вот Все эти Обстоятельства Под Исполнение Пророчества Что Мессия Должен Родиться В Вифлеем Просто Неповиновение Светской Власти И Бог Уже Не Может Совершить События Которые Он Предначертал Потому Это И Написано Что Всякая Власть От Бога И Существующие Власти Богом Установлены Сегодня Тоже Нужны Иосифы Благочестивые Мужья Которые Не торопятся Выставлять На показ Недостатки Своих Жен Они Не бросают Свою Невесту Или Жену При Всяком Поводе Даже Если Это По Закону Они Послушны Богу Они Заботятся О Семье Они Разделяют С ним Все Тягости Жизни И Любовь Таких Людей Все Покрывает Всему Верит Все Переносит На Все Надеется У каждого Мужчины Может быть Своя Рождественская История Не бойтесь Поверить Своей Невесте Примите Свою Жену Такой Какая Она Есть Примите Своего Ребенка И у вас Будет Своя Рождественская История Мать Иисуса Христа Ангел Ей Возвестил О Рождении Сына Божьего У нас Нет Времени Останавливаться На этом Тексте Но Луки 1 глава С 26 По 38 Стих Написано Что Когда Эта Девица Которая Хранила Себя Которая Знаете Если Какой-то Парень Подходил И хотел Взять Ее за Плечо Она Говорит Слушай Не трогай Меня Я Тебя Предупреждаю Я Не та За Которую Ты Меня Принимаешь Она Хранила Себя Она Не Строила С Противоположным Полом Фамильярдные Отношения И К этой Девушке Пришел Ангел И он Сказал Ты Избрана Для Особой Цели Бог Хочет Воспользоваться Твоим Телом Твоим Сердцем Твоей Верой Мы Видим Что Она Не Просто Принимает Слова Ангела Она Размышляет О них Она Обдумывает Это все Она Задает Вопросы И Когда Ангел Ей все Последовательно Объясняет Может быть Когда Человек Сидит В церкви И слушает Проповедь И когда Он Слушает Ну да Правильно Ну да Правильно Ну да Правильно И чем Должна Закончится Проповедь В моем Сердце Когда Я Слушатель Да Будет Мне По Если Слово Божье Так Говорит Я Подчиняюсь И я Отдаю Себя Написано Представьте Себя Свои Тела В жертву Живую Святую Благоугодную Богу Для разумного Служения Вашего И Мария Вела Целомудренную Жизнь Может быть Я ошибаюсь Но я Не нашел Описание Ее Родителей Может быть Они просто Остались В стороне Может Они Были Безучастны Может Быть Их Не было В живых Может Быть Поэтому Она И пошла К родственнице Елисавете Ей Нужна Была Вот Эта Поддержка И она Пошла К ней Не просто Так Она Услышала Слова Ангела И родственница Твоя Такие же События Переживает И мы Видим Что она Тоже Величала Господа Песни Это Луки 1 глава 46 по 55 стих Если вы Внимательно Прочитаете Слова Этой песни Они переполнены Божьим Словом И славить Бога Можно И нужно Не только В общем Собрании Но и при Радостных Встречах Родных И близких По вере Людей Они Стоят Просто Две Женщины И славят Бога В этой Песни Может быть 12 Куплетов И нет Проблемы Когда Кончится Собрание Божьим Людям В то Время Мне свойственно Было Петь Песни Исходящего Из Переполненного Словом И Верой Сердца И эта Песня Характеризует Марию Как Такого Человека И наши Песни Не должны Быть Переполнены Догматикой Писания Но еще Важнее Чтобы они Звучали Из Переполненного Верой И Словом Сердца Семья Иосифа И Марии Это люди Рождества Они стали Божьими Сосудами Которых Бог Использовал В этих Обстоятельствах Гостиница И родила Сына Своего Первенца И спеленала Его И положила Его В ясли Потому что Не было Им места В гостинице Что это Была За гостиница Есть Еще Один Текст Который Нам Поможет Понять О чем Здесь Идет Речь Дети Где еще В Новом Завете Звучит Слово Гостиница Молодежь Притча О добром Самарянин Помните Да 35 стих Луки 10 глава 35 стих А на На Другой День Отъезжая Вынул Два Динария Дал Содержателю Гостиницы И сказал Ему Позаботься О нем Если воздержишь Что более Я когда Возвращусь Отдам Тебе Вот здесь Слово Гостиница В греческом Подстрочнике Это слово Переводится Постоялый Двор Помещение Для ночлега С двором Для лошадей И ослов И мы видим Что здесь Взымалась Определенная Плата Он не пришел Туда Как своему Родственнику Знакомому Брату По вере И так далее Я хочу Сейчас Сделать Предположение Но мне Кажется Что она Близко К истине Какая же Здесь Гостиница Это Риксос Или гостиница Шимкент Какая Гостиница У них Денег Не было Вы Помните Когда Они Принесли В храм Иисуса Они Принесли Голубя В жертву Голубя Приносили Очень Бедные Люди Гостиница Здесь Это Не Общественное Место Вот В этом Тексте Слово Гостиница В греческом Подстрочнике Оно Означает Жилище Помещение Жилое Гостиная Комната Для Принятия Пищи Почти В каждой Израильской Семье Богобоязненной Семья Помните Как Одна Женщина Она Сделала Комнату Помните Для Пророка Для Элисея И Если у нас Сегодня Позволяет Финансы Или Обстоятельства То у нас Тоже есть Гостиная Гости Приедут Родственники И Можно Видеть Что У нас Азиатский Народ С таким Широким Сердцем Они Строят Трехэтажные Дома По 12 Комнат И это Все Для Гостей Там Нужно Было Всего Хотя Было Одну Комнату Иметь Но Когда Началась Перепись Когда Весь Этот Мир Пришел Движение Вполне Можно Предпринимать Ведь Они Пошли На Родину Когда Вы Идете На Родину Куда Вы Идете Своим Родственникам Ведь Вифлеем Это Была Их Родина И Вполне Возможно Что Они Пошли К Своим Родственникам Но Этих Родственников Было Очень Много И Там Вы Знаете Уже И На Полу И В Коридоре И Везде Вот Как У Нас Конференции Проводились Хозяйка На Балконе Спит А Все Остальные Кто На Кровати Кто На Полу Все Радостные И Довольные Примерно Такая Ситуация Я Знаю Братьев И Сестер Которые Когда Родственники Приедут Обычно Самое Большее Это Чего Не Хватает Подушки Подушки Не Хватает И Вот Некоторые Берут Три Четыре Полотенца Смотают И В Наволочку И Подушка Или Пальто Старое Смотают И В Наволочку И Подушка И Кому Вы Эту Подушку Укладете Себе Я Не Сомневался В Этом Вы Знаете Недавно Вот Когда Здесь Была Свадьба У Нас Тоже Некоторые Сестры Остановились Из Тараза Поздно Поздно Знаете Легли Спать Там Еще Не Собираются Там Невеста Платье Готовит То Другое Третье Смотрю Уже Третий Час Ночи Я Пошел Спать Утром Просыпаюсь Смотрю Жена Моя Спит На Какой Непонятной Подушке Я Говорю Что Это За Подушка Где Ты Ее Взяла Ну Это Вот С дивана Там Вот На диванах Знаете Такие Наволочку Одела Я Говорю Ну А Че Ты На Такой Подушке Ну Я Говорю Свою Гостям Отдала Я Говорю А Я Уснул Даже Об Этому Не Подумал Лег Как Обычно На Своей Подушке Гостиница Это Наша Комната Для Гостей Как Поступили Эти Люди Я Думаю Просто Они Исходили Из Это не было Каким-то Пренебрежением Это не было Знаете Сядь там У моих ног Просто Весь дом Был полон Почему Мы можем Сделать Это Предположение Потому Что Когда Через Некоторое Время В этот Дом Пришли Я Уже Сказал В это Место Пришли Волхвы Куда Они Пришли Не В хлев А В дом Интересно Когда Они Приходят Если Внимательно Прочитать Когда Пришли Волхвы Они Увидели На базар Пошел Может Он Работал Уже И так Далее И только Когда Ангел Ему Сказал Иди В Египет Тогда Мы Видим Опять Там Иосифа Мы Можем Тоже Пересмотреть Своё Отношение К гостеприимству Со Временем Мы Можем Сделать Что-то Исходя Из Имеющихся Возможностей Мы Можем Сделать Все Что Могли Мы Можем Сделать Больше Чем Могли И Больше Чем Диктует Нам Обстоятельства И Имеющиеся Возможности Хозяева Это Дома Они Сначала Сделали Все Что Смогли А потом Они Сделали Больше Если Вы Хотите Стать Людьми Рождества Станьте Гостеприимными Если Вы Уже Ими Являетесь В Следующий Раз Отдайте Свою Подушку Гостям Написано Странолюбие Не Забывайте Ибо Через Него Некоторые Не Зная Оказали Гостеприимство Ангелам Посланникам Вестникам Божьим Помните Ковраму Пришли Пастухи Это Люди Поверившие Словам Звучащим С небес Сегодня Люди Больше Верят Программе Новостей Чем Слово Божьему Недавно Один Служитель Рассказывал Как На Украине К одному Служителю Из Другой Строны Звонят И говорят Слушай Мы сейчас Смотрели Новости Из Украины И говорит Ты там Стоял На площади И что-то Говорил Знаешь Что ты там Сказал Он говорит Я призывал Людей К миру И к прощению Он говорит Здесь Вместо Твоего Голоса Ты призывал Людей К мести К войне Он говорит Да вы что Я этого Не говорил Но люди Которые Не знают Этого человека Они поверили Этому Когда Эти люди Услышали Когда небо Отворилось Они поверили Они пошли Посмотреть Что им сказал Господь Они сказали Друг другу Пойдем Посмотрим Луки 2 глава С 8 по 20 стих И они увидели Младенца Лежащего В яслях И они рассказали О том Что было Возвещено им И все Удивлялись Что рассказывали Пастухи И они Возвратились Славя И хваля Бога Они ночью Стерегли Свои стада Вы знаете Бог может Говорить с нами И там Где мы работаем И даже Если это Ночная смена Мы должны Поддерживать Друг друга В исполнении Божьих повелений Они говорят Посмотрим О чем нам Сказал Господь Давай пойдем Посмотрим Мы должны Рассказывать О том Что нам Сказал Господь Если мы Рассказываем Библейские Истории Мы должны Рассказывать Вдохновенно Потому что Когда пастухи Рассказали Они не просто Ну знаете Мы вот сидели Ангелы явились Надо же Ангелы явились Понимаете Христос Пришел Да И все Удивлялись Они не скрывали Своих эмоций И Библия Призывает Нас Из этой Истории Славить Бога Когда Мы получаем От Него Откровение И когда Его слова Подтверждаются В нашей жизни Они славили Бога За все Что Видели И слышали Волхвы Мудрецы Когда они Пришли В Вифлеем Матфея 2 глава С 1 по 12 стих Они сказали Что они Видели Звезду На востоке И Эта Звезда Шла Перед Ними Когда Они Увидели Вновь Эту Звезду После Встречи С Иродом Они Возрадовались Написано Что Когда Они Вошли Увидели Младенца С Марией Они Поклонились И они Принесли Ему Дары И они Получив Во сне Откровение Не возвращаться К Ироду Иным путем Отошли В другую Страну Иногда Чужие И далекие Нам Люди Но Очень Любящие Бога Намного Больше Заботятся О тех Кто Служит Ему Чем Их Самые Близкие И родные По крови Люди Мы Видим Что Мария И Иосиф Они Были В очень Трудных Обстоятельствах Но Бог За Тысячу Километров Ведет Людей Из Другой Страны С Золотом С Ладаном С С Смирной Чтобы Как Говорится Помочь Этой Семье Как Говорят Встать На Ноги У Них Они Не могли Поехать В Египет Они Не могли Вернуться Назад Они Не могли Посередиться Опять В Назарете Если У них Не было Этих Средств И люди Рождества Если смотреть Спод призму Волхвов Это люди Которые Не просто Так Смотрят На Небо Вот Сегодня Дорогие Друзья Если Вы выйдете Опять И Не знаю Еще Наверное Ясная Погода Хотя Свет Этого Мира Иногда Нам мешает Увидеть Божий Свет За город Надо Выехать Где Нет Фонарей Чтобы Увидеть Звезды Вот Эти люди Смотрели На Небо Они Читали Писание И Увидели Как Все Это Сопоставимо И Бог Открывается Тем Кто Ищет Написано Ищите И Найдете И Служить Богу Тем Что У вас Есть Причем Не Худшее А Лучшее Они Отдали Лучшее Что Что У них Было И Люди Которые Готовы Идти На Край Света Чтобы Поклониться Богу Они Всегда Будут Иметь Его Охрану И Благословение Помните Ангел Сказал Не Возвращайтесь К царю Там Вас Ждет Опасность Между Прочем Рождественские Подарки Нужно Дарить Не Только На Рождество Но И По Случаю Рождение Ребенка В любой Дорогой Для Вас Семье Так Сделали Волхвы Каждый Раз Когда Вы Будете Делать Подарок Родившемуся Ребенку В какой То Семье Это Будет Рождество Для Них И Для Вас Писание Призывает Чтобы Каждый Человек Который Хочет Стать Участниками Рождественской Событий Он Должен Быть Определенным Сосудом 2 Тимофея 2 глава Написано Что в доме Есть разные Сосуды И Написано Кто Будет Сосудом В чести Освещенным Благопотребным Владыке Годным На Всякое Дело Там Написано Чтобы Этот Человек Удалялся Пустословия Чтобы Он Удалялся Того Момента Когда Он Разрушает Других Людях Веру Написано Чтобы Он Юношеских Похотей Убегал От Невежественных Состязаний Уклонялся Чтобы Он Не Ссорился И так Далее И Текст 1 Солоникицам 4.4 Написано Чтобы Каждый Не только Служители Каждый Умел Соблюдать Свой Сосуд Святости И Чести Как Много Людей Сделали Себе В жизни Препятствия Чтобы Не быть Божьим Сосудом Человек Рождества Это Иисус Христос Написано Что Един Бог Единый Посредник 1 Тимофея 2.5.6 Между Богом И Человек Христос Иисус Предавший Себя Для Искупления Всех Богу Нужно Для Исполнения Своего Плана Спасения Тело Человека И непростого Человека Евреям 10.5 Написано Посему Христос Входя Мир Говорит Жертвы Приношения Ты не Восхотел Но Тело Уготовал Мне Богу Нужно Было Чтобы Этот Человек Был Пропитан Его Словом Поэтому Написано И Слово Стало Плоти Слово Стало Человеком Написано Оно Было Полной Благодати Истины Богу Нужен Был Смиренный И послушный До смерти Человек Филиппийцам 2 глава 6 по 11 стих Написано Что он Смирил себя Он Принял Образ Раба Он был Послушен Богу Даже До смерти И наш Господь Он полностью Предоставил Себя В Божье Распоряжение 2 Коринфянам 8-9 Написано Он Будучи Богат Обнищал Ради Нас И в заключении Мы живем Такое время Когда Большинство Людей Хотят От Бога Что-то Получить О том Чтобы Ему Что-то Отдать Думает Немного Людей Еще Меньше Людей Хотят Чего-либо Вовсе Лишиться Ради Него И Совсем Малое Число Людей Готовы Предоставить Самого Себя В полное Распоряжение Богу Но когда Мы Читаем О Марии Когда Мы Читаем Об Иосифе Когда Мы Читаем О Захарии О Элизавете Это Те люди Которые Отдали Себя В полное Распоряжение Богу Поэтому Они и стали Людьми Рождества И неужели Сегодня Бог Заглянув Сердца Людей Скажет Иезекииля 22-30 Искал Я у них Человека Который Боставил Бо Стену И стал Бо Мною В проломе За эту землю Чтобы я Не погубил Ее И там Написано Не нашел Апостол Павел Филиппийцам 2.21 Написано Все ищут Своего А не того Что угодно Иисусу Христу Эти слова Он пишет На фоне Тимофея Который Был Очень усердным Человеком И знаете В Церкви Божьем В народе Божьем Всегда есть время Строить стену Всегда Нужно Собой Что-то Закрыть Всегда Нужно Стать В каком-то проломе Почему-то Вот дело Божье Оно всегда Находится В таких обстоятельствах Где-то Не достроили Где-то Не закрыли Где-то Там стену Не подняли Вот всегда Такие обстоятельства Почему? Потому что Бог ищет И не находит Но в то время Он нашел Он нашел Этих людей Чтобы Их Использовать Подумайте Если бы Захарий Ожесточился На Бога Потому что Он его сделал Немым за неверие Если бы Елизавета Отказала В гостеприимстве И поддержки Своей родственницы Только в ней Были бы Другие Имена И другие Люди Бог всегда Находил Сосуды Для служения Бог может все Он даже может Обойтись вообще Без людей Он говорит Что даже Если ученики Моему Молкнут Камни Возопьют Если перестанут Богославить Люди В молитвах В пениях В возвещении Его вести Камни будут Проповедовать Ослы Будут Проповедовать Но он хочет Разделить Свою славу С людьми Он хочет Им дать Эту славу Он хочет Вести Свою славу Иисус говорил Вы войдете Со мной В славу Вы сядете На престолах Он говорил Ученикам Вы будете Вы будете Судить мир Вы будете Царствовать Во веки Веков Он хочет Дать Славу Но человек Ищет Славу В этом мире Про Иисуса Мы даже Не можем Себе представить Чтобы он Отказался Оставить Свою славу Он оставил Ее на время И Бог ему Потом ее Вернул Так и нам Каждому человеку Он говорит Хочешь войти В мою славу Хочешь участвовать В моем деле Это очень тяжело Это сложно Над тобой будет смеяться Будет пальцем показывать Ты будешь иметь Разные лишения Недостатки Тебя никто не будет Понимать И так далее Но когда человек умрет Написано Дела идут Вслед За ним Мария Чтобы стать Участником Рождественских событий Она хранила себя Она поклонялась Богу Она изучала Его слово И Бог взял ее Для служения Иосиф был Благочестивым человеком Мужем У которого милость Превозносилась Над судом И Бог Воспользовался Этим человеком Делесавета была Женой священника Жившей по Божьим заповедям Захария был верен Богу каждый день В рутинной работе Пастухи в простоте Приняли небесную весть Волхвы были Ищущими И щедрыми Людьми И Бог призывает Сегодня Каждого Кто спасен Стать Его сосудом Приготовит себя Для служения Тогда он ответит На ваши молитвы В свое время Он позаботится Должным образом О ваших детях Он позаботится О вашей чести Он позаботится О вашем имуществе Он позаботится О вашей славе И он позаботится О вашей вечности И награде Люди Рождества Знаете, дорогие друзья Может и вы Сегодня слышите Весть ангелов О рождении спасителя Может и вы Сегодня Смотрите на небо И удивляетесь Величию творения В день рождения Иисуса Христа Поверьте в Него И самое главное Поверьте Ему Впустите Его Как Господин На своей жизни В свое сердце В вашу гостиницу И не давайте Ему Подушку Из одеял Из паладенец Дайте самое Важное Самое почетное Место Ведь Он занял Наше с вами Место на кресте Где должен был быть я Где должны были быть вы Он написано За грехи наши Пострадал Он за преступников Сделался ходатаем И он сегодня Готов услышать Кто бы вы ни были Разбойник Мытарь Вор Женщина легкого поведения Богатый Или бедный Независимо от национальности Написано Что Бог Рождает нас Словом истины И этот год Следующий Если мы вступим в него Он назван Годом Библии Когда Мы будем Особое внимание Обращать На истину Потому что Она атакуется Со всех сторон И вы сегодня Слышите Только часть истины Иисус сказал Я есть истина Я путь И я жизнь И Иисус принес Истину о Боге О человеке О грехе О суде О вечности Станьте людьми Рождества Будьте На стороне Истины И Бог Вас сделает Своими Сосудами Мы помолимся И прославим Нашего Господа Аминь Сосудами